Саша, я хочу тебя принять в наше движение, пригласить в наше движение «Родители против наркотиков». Спасибо за предложение. Ну, как бы предложение своеобразное, но я думаю, что это движение должно охватить родителей всех, всего нашего города, потому что этот вопрос стоит и перед теми родителями, у которых совсем маленькие дети, и для тех родителей, у которых взрослые дети. И я думаю, что никто не останется к этому вопросу безучастным. Вопрос очень актуальный для Николая, очень актуальный. Я думаю, что мы постараемся помочь... А сколько Сан Санычу твоему? Два года. Два года, Сан Саныч. Два годика. Саша, а ты даже вот не спрашиваешь, что мы делаем, сколько нам в движении, куда мы ходим. У нас опасная работа. Ну, я не отношусь к категории людей, которые могут чего-то испугаться. Вот, и я считаю, что это не работа, это долг каждого гражданина, каждого человека. Потому что, если мы не победим это зло, то в дальнейшем наша жизнь, она будет не жизнь, а будет кошмар. Ну, хорошо. Курительные смеси. Ну, курительные смеси – это новый виток наркомании, официальный виток, который под прикрытием курительных смесей идет распространение наркотических веществ. Вот, и ты сам вчера видел, какое количество детей, причем возраст от 14 до 18 лет стояло на улице в очередь купить эту отраву, когда мы закрыли эту точку. С милицией, с милицией, с честными милиционерами. Я всегда говорил, честных милиционеров в Николаеве, слава Богу, больше. Вот, и когда продавщица выходила и говорила им, ну, говорила негромко, но мы это слышали, что приходите через полтора часа. Да, все подвезем. Да, когда все подвезем, я могу сказать, что никто не открыл эту точку через полтора часа. Вот, и вчера эти дети не получили дозу наркотика. Ну, наверное, они пошли купили в другом месте. Я думаю, что в ближайшее время мы постараемся одновременно нанести визит во все точки, которые начали продажу этой отравы. Мы получаем поддержку от общественных организаций, от людей, которые переживают за этот вопрос, и для которых этот вопрос, для некоторых это вопрос жизни, потому что их дети, их родственники так или иначе пострадали от наркотических веществ. Я даже, вот я родился в городе Николаев, вырос, и процентов 20-30 от моих соучеников, их уже нету в живых, потому что за эти годы наркотики их съели и поглотили. Я уже не говорю за распространение спида через наркотические вещества, всего остального. Но, к сожалению, эта индустрия, этот бизнес, кто-то очень много зарабатывает. Саня, Саня, вот я тебя слушал очень внимательно, но не говори, пожалуйста, что это бизнес. Не говори. Для кого-то это бизнес. Преступная деятельность... Но мы не должны называть это бизнесом. Для кого-то преступная деятельность – это тоже бизнес. Другой вопрос... Это даже не преступная деятельность. Это даже назвать нельзя преступной. Ну, я не знаю даже, что это. Другой вопрос – законный ли бизнес, либо незаконный. Мафия это тоже бизнес, все отлично знают Но есть бизнес, которым можно заниматься Который Богом приветствуется И есть бизнес, который Богом не приветствуется И я уверен, что все равно эти люди ответят Ответят сейчас перед нами, перед правоохранительными органами Перед людьми, перед народом Есть еще Божья кара, которая все равно их постигнет Потому что то, что они делают, это самый большой грех, который есть на земле Гореть им в анду Ну хорошо, я тебя поздравляю Поздравляю с чем? С вступлением Нет, с закрытием вчера двух точек Буду надеяться, что на этом дело не остановится И мы их закрыли не на день, не на два, а навсегда Как оно будет дальше, посмотрим Спасибо за субтитрыю Дубровскому! Спасибо за субтитры! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...